Вы смотрите программу ежедневно на канале Сэмбери. Я Стимон Бирюков. Они хотят быть вместе с Россией. Конституционные законы о принятии в состав Российской Федерации четырех новых регионов вступили в силу. Киевский режим, как известно, отказался от признать волю и выбор людей. Отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы. Гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы диверсии на объектах жизнеобеспечения. Устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники, бандеровцы, пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье. Засылают на нашу территорию диверсионные группы. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики. Хочу подчеркнуть в том числе и объектов ядерной энергетики. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Терсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформированы и Государственные Думы. Кроме того, сегодняшняя ситуация считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпусков продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие. Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению Государственное и Муниципальное управление, совместно с администрацией президента, подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов Федерации с федеральными органами власти. Поручаю даже главам тех регионов России незамедлительно приступить к выполнению положения указа. Далее, решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и те системы Государственного управления. Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также государственного совета, что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования, казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского отслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы, а они есть, на современном и достойном нашей страны уровне. Известная проблема, возникшая в последнее время и с выплатами денежного удовольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами, взять под контроль оказание всесторонней поддержки теми, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников. Уважаемые коллеги, мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходят подготовку на полигонах и учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку. Знать, что за ними огромная, великая страна, единый, сплоченный народ. Уверен, что наши рабочие, инженеры, предприниматели и далее будут эффективно решать задачи, которые стоят сегодня перед оборонно-промышленным комплексом, перед экономикой. Еще раз подчеркну, сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъекта федерации требуются согласованные действия. Готовность принимать быстрые, выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами. Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы. Это необходимо. Мы это сделаем. Рассчитываю на вашу поддержку. Уважаемые коллеги, сейчас перейдем к повестке заседания Совета безопасности. Обсудим некоторые вопросы миграционной политики. Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества. Ситуация в мире динамично меняется. Возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу. И нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения. Совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий. Так очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать весь коллег существующих, так и потенциальных вызовов. Стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение было мною дано еще в марте 2020 года. И сегодня жду подробных докладов о том, что уже сделано. На каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем. Это была программа ежедневная на канале Сэмбери. Подписывайтесь на все ресурсы ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, Рутуб и Япи. Я не прощаюсь. До встречи. Продолжение следует...